Вербное воскресенье, начало страстной недели. В христианстве, согласно традиции, считается one of the holiest week of Christian calendar. Считается самая святая неделя в христианском календаре. Еще эту неделю называют страстной. Почему? Потому что это та неделя, где мир глумился над Богом. И мы с вами, кто видели фильм Passion of the Christ, могли себе частично представить, что происходило в эти трагические дни для Христа. Но, друзья мои, это только частично была трагедия. Потому что люди, которые окружали его, они не видели сегодняшнего дня. Бог же, зная наперед, будущее смотрел с большой печалью на то, что происходило. Но не пришел на помощь ко Христу, Сыну Своему, который висел на кресте, умирая за нас с вами. Поэтому для нас страстная неделя, неделя воспоминаний и страданий Иисуса Христа, но и неделя, когда мы, как евреи, в эту пасхальную неделю, они радовались, что благодаря жертве Агнца у них есть избавление. Так и мы сегодня радуемся, что жертве Христа, как Агнца, у нас есть избавление. Сегодня я прочитаю текст, который во многих церквях читается сегодня. Братья читали из Евангелия от Марка, я прочитаю из Евангелия Луки, то же самое повествование. Gospel of Luke, chapter 19. Мы прочитаем с 37 стиха. Лука, Евангелие Луки, 19 глава, 37 стиха. «И когда Он, то есть Христос, приблизился к спуску с горы Лионской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних». Фарисеи начали упрекать людей, и Христос им сказал, «Сказываю вам, если они умолкнут, то камни воззапьют». И 41 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Еще раз 42 стих. «О, если бы ты, хотя всей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Итак, тема очень простая. «Что служит к миру?» На английском «things that make for peace». Это английский перевод этого стиха. «Что служит к миру?» Друзья, когда читаешь этот текст, невольно задается, можно задать себе вопрос. «Почему народ израильский не узнал?» Три с половиной года Христос учил, проповедовал, исцелял, воскрешал, кормил. «Почему народ не узнал, что служит к миру?» У меня вопрос. А мы с вами знаем, что служит нашему миру? Мы молимся о мире, не так ли? Ну, наверняка молимся о мире в своей жизни, чтобы у нас мир был сердце. В мире, чтобы мы жили в своих семьях, в поместной церкви, в стране, где мы живем. Мы молимся о мирном небе, мы молимся о странах, где сегодня войны идут, чтобы Господь послал свой мир. А что, разве Бог не заинтересован в мире? Конечно. Когда Христос пришел на землю, слава Вышних Богу, на земле мир в человеках благоволения, это весь ангельская была. Христос был заинтересован в мире. Почему? Потому что пророчество, которое было сказано Иисусе Христе, что придет желаемый всеми народами, куда в этот храм, и на месте этом я дам вам мир. Помните? Я дам вам мир, почему что желаемый придет. Но почему люди не поняли? Вы думаете, люди в то время были менее религиозные, чем мы с вами сегодня? Ну, намного более религиозные. Может, они намного меньше знали Писание, большинство из них знали Писание наизусть, намного больше, чем мы с вами. Может, они просто молились меньше, но они молились больше, чем мы молимся. Может, они храм посещали реже, но храм, синагогу посещали намного больше, чем мы посещаем. Знаете, вопрос для нас, а знаем ли мы сегодня, что служит нашему миру? Ведь трагедия Иерусалима это может быть трагедия моей жизни. Можно проходить в церковь всю жизнь и так и не понять, что служит миру моему. Можно быть всю жизнь христианином и так и не понять главного, что принес Христос. и так, что должны были в то время иудеи понять и уразуметь, когда говорил Христос, что вы не узнали, что служит к вашему миру. Я бы хотел эти пять основных моментов, о которых говорит нам Писание. первое, откройте, у кого есть деяние святых апостолов, 10 глава, 36 стих. Мы будем читать различные тексты Священного Писания. 10 глава, 36 стих. Апостол Петр говорит, он, то есть Бог послал сынам Израилевым Слово, благоветствуя мир через Иисуса Христа. Бог послал в народ Израильский Слово, которое провозглашалось Христом, благоветствуя мир через Иисуса Христа. Итак, первое, Christ is the source of peace. Христос есть источник нашего с вами мира. Друзья мои, можно молиться о мире сколько хотите, но пока Христос не встанет центром нашей жизни, того мира, который Он принес на эту землю, мы с вами не испытаем. да, можно жить в условиях отсутствия войны, да, можно, да, можно мириться со своими родными и близкими и не быть с ними в конфликте, да, можно, но наша душа прежде всего воюет, знаете, не с миром, который за ее пределами, а с миром, который внутри нас. Апостол Павел говорит, бедный я человек, во мне внутри происходит война, потому что плоть моя желает греховного, дух мой желает то, что угодно Богу, и бедный я человек, кто избавит меня от всего? И дальше он говорит, тело смерти, и дальше говорит, но благодарение Господу моему Иисусу Христу, который дает мне торжествовать во Христе Иисусе. Друзья мои, Иисус Христос есть наш с вами мир. И те, кто не знают Христа, они не знают, что такое мир. Ведь тема шалом или тема мира в еврейском народе существовала уже почти тысячи лет. И эта тема для евреев не было какой-то странной или чуждой для них. Но когда пришел Христос, почему-то они в нем не увидели воплощение мира. Они не видели в нем этого Бога, который принес мир на землю. «О, если бы ты хотя бы в сей твой день в этот период времени узнал, что служит к твоему миру, Христос говорит, почему вы не узнали Меня? Почему вы отвергли Меня как своего Мессию, своего Спасителя?» Друзья мои, это печально может быть звучит, но можно ведь посещать сегодня храм Божий, но не иметь личное общение с Богом. Еще один текст, который подтверждает это же послание Эфесянам, 2 глава, 4 стих. Послание Эфесянам, 2 глава, 4 стих. Откройте, пожалуйста. Послушайте, что говорит апостол Павел. Эфизианам, 2 глава, 4 стих. Он, Христос, есть мир наш. 13 стих. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие далеко некогда, чуждые от народа израильского, чуждые от Бога, сегодня вы во Христе Иисусе стали близки посредством чего? Посредством крови Иисуса Христа. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих, из кого обоих? Иудеев и язычников, соделавший что? Одно теперь и разрушивший стоящую посреди преграду. В себе самом Он сделал одного нового человека, устрояя мир. В одном теле Он примирил обоих с Богом посредством кого? Креста убив вражду на нем и придя благовествовал мир. Он есть мир наш. Друзья, это очень важно. Если вы хомуты несете мир, вы должны нести Христа. Там, где нет Христа, там нету мира. Там, где нет Бога, там нету мира. Да, можно закончить войну, но вот туда, пока не сойдет Господь, останется злоба, ненависть, которая вновь и вновь будет порождать новое и новое кровопролитие. Второй очень важный момент. Римлянам пятая глава, первый стих. Послание Римлянам пятая глава, первый стих. Послушайте, что апостол Павел говорит. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Романс 5, chapter 5, verse 1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Романс 5, chapter 5, verse 1. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. Каким же образом Христос принес людям мир? через Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа. Оправдавшись верою, мы имеем мир. Ведь Он, принеся этот мир, Он не становится автоматически нашим. Мы должны получить оправдание верою. Как это происходит? А те, которые приняли, да, услышав, приняли и открыли свои сердца, те стали детьми Божьими, те получили эту благодать, получили это оправдание верой. И когда оправдание, когда Бог смывает наши грехи и освобождает и делает нас чистыми, в нашу жизнь приходит мир. Друзья, это очень важно. Faith, true faith leads to peace. Истинная вера, она должна быть тем, которая предшествует миру, который должен прийти в нашу жизнь. Вера, через которую мы получаем оправдание, верой, которую мы получаем прощение грехов, верой, которой мы получаем жизнь во Христе Иисусе, благодаря вере, через которую мы становимся не только детьми Божьими, но и наследниками Царства Его, Писание говорит нам, по этой вере, друзья мои, оправдавшись, мы имеем мир. Мы имеем мир. У меня вопрос, скажите, вы это испытали в своей жизни. Народ теснил Христа, он слушал Его проповеди, он слушал Его Слово. Христос говорит, но почему вы не хотите ко Мне прийти, чтобы иметь жизнь? Почему вы не хотите верой принять то, что я предлагаю, чтобы иметь жизнь? И Христос смотрел на этих людей и говорит, почему вы не захотели? Это наш с вами выбор. Вы знаете, в чем, наверное, еще большая трагедия, когда мы молимся о мире, но не хотим мир принимать свою жизнь? когда мы говорим Господи дай мир, Бог говорит, давай я тебе даю, а мы говорим но, 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 я не про этот мир прошу тебя. Господь желает сегодня каждому присутствующему здесь дать этот мир. И Он хочет, чтобы мы узнали, что служит миру нашему, друзья мои, это наша живая вера в Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Примите его мир. Вы знаете, когда наша душа очищается от всякого греха, наступает такой мир, который человек, не испытав этого, знать не может. Примите его, третий очень важный момент, записан в послании римлянам 8 главе 6 стих. Переверните страничку буквально одну, 8 глава 6 стих. Посмотрите, что пишет апостол Павел, он говорит, что не знаете ли вы, что помышления плотские, суть смерть, а помышления духовные, что есть жизнь и есть мир. Thinking habit influence our peace. Помышления духовные тире мир. Помышления плотские вражда, ненависть, проблемы, конфликты, войны. Помышления духовные, жизнь и мир. Что значит помышления духовные? Оказывается, то, как мы с вами позволяем нашему разуму и мыслям функционировать, мы будем иметь, мы познаем мир прежде всего для себя и будем носителями этого мира. Либо мы будем жить во вражде и в ненависти. оказывается, то, чем занят сегодня наш с вами разум, от этого будет зависеть, будет ли у нас мир, и у него не будет. Помышления плотские, суть смерти. Помышления духовные. Что значит помышления духовные? Духовные помышления это то, как думал Христос, обращаясь и смотря на обстоятельства, которые окружали его. Как он смотрел и относился к вещам, которые его окружали, как он относился к людям, которые его окружали, как он относился к мытарям, как относился к грешникам, относился к своим врагам и так далее, и так далее. Друзья мои, мы очень часто позволяем помышлениям греховным иметь место в нашей жизни. Помню, мы однажды идем к кассе, кассирша стоит, рассчитывает, со мной рядом один человек стоит и говорит мне, слушай, она такая злюка, и говорит, ты откуда знаешь? А у нее на лице написано. Человек начинает себе воображать, думай, да? Слушай, говорит, она точно нас обслуживать нормально не будет. Я вижу, что она нас ненавидит, мы иммигранты, она нас ненавидит. я такого не вижу. Думаешь, как это так? Вот можно троим смотреть на одно и то же дело или одного человека, и у людей, у одних столько, столько, понимаете, вот этих мыслей, которые, как можно жить мирно, когда твоя голова заполнена вот этим всем? что все вокруг меня одни враги, что вокруг меня вот это. Так, с кем ты разговариваешь по телефону? А что вы против меня разговариваете? Что вы против меня говорите? А вы против меня... Люди становятся параной. Люди становятся... Они спать не могут. Мы говорим о мире? Нет, потому что это плотские эти мысли, которым мы позволяем, чтобы они не только в нашу голову, а потом спускались в наше сердце и выходили через наш язык, распространяли вот это поражение вокруг нас. Помышления плотские несут в себе смерть. Помышления духовные имеют в себе жизнь. Вы помните? Я вам приведу простой пример помышлений плотских и духовных. пришел Христос к богатому дяде. Воссев своими учениками, он начинает общаться. Заходит женщина, начинает выливать дорогое масло на его на ноги, волосами своими утирает. Послушайте помышления плотские. ой, если бы он знал, какая женщина к нему прикасается. Другой рядом стоит и говорит, а он что, учитель? Он что, разве имеет право, чтобы женщина к нему прикасалась, если он равен. И вот они собираются и все начинают крутить себя. Друзья, это ученики Иисуса Христа, которые с ним были. когда они выскользят все свои мысли, которые у них были, что говорит Иисус Христос. Он смотрит на них и говорит, оставьте ее в покое. Она сделала великое дело для меня. Везде, где не будет проповедано Царствие Божие, будет сказано о ней, о том, что она сделала. Ей было очень много прощено, поэтому она очень сильно любит. Вы понимаете, какое совершенно одну и ту же женщину смотрят люди, которые называют себя христианами. И такое радикальное противоположное мнение той или иной ситуации. Почему? Скажите, а как можно иметь мир, когда ты наполняешься вот этими мыслями постоянно? И общество, в котором мы сегодня живем, средства массовой информации пытаются наполнить наши головы плотскими мыслями? Для чего? Для того, чтобы породить в нашей жизни злобу, ненависть, гнев и все-все-все остальное. Ну, хотя бы даже просто отчуждение какое-то. Приходит человек в церковь. Часто люди бывают такие, которые, знаете, да, Боже сказал, о-о-о, вы с этим человеком не общаетесь вообще, он такой-сякой и так далее, и так далее. Но, может, он и такой есть. Так, если он такой, может быть, наоборот, нужно с ним пообщаться, помочь ему, если он захочет. Почему Христос заходил в дом мытарях и грешников? Не потому, что они были такие, все знаете, пушистые и безгрешные, а потому, что были те грешниками, которые нуждались в покаянии. И Христос говорил, неправедные нуждаются в покаянии, а грешные. Он видел потенциал в этом закхее, который залез на дерево. Помните? И он говорит ему, я в твоем доме должен быть сегодня. У него было мышление Царства Божьего. Мышление видя будущего для славы Божьей. Наверное, если я бы проходил и увидел бы, что мытарь залез, думаю, сказал бы еще несколько слов в его адрес, правильно? Кто такой мытарь? Вообще предатели, изменники используют наш народ в каких-то целях? Христос ему говорит, я сегодня, мне нужно в твоем доме быть. Друзья мои, очень важно наблюдать за тем, как работает наше мышление. если мы хотим не упустить и не растратить и не разбазарить этот мир, который Господь сегодня хочет в нашу жизнь принести. Помните, что Христе сказано? «Он страдаем, он страдал добровольно и открывал уст своих, а там сказано, а мы думали, что он поражен наказуем Богом». Люди смотрели на него и думали, вот Бог его наказывает. Друзья мои, наше мышление, оно потом воплощается в поступки, и мы теряем мир Божий. Четвертый, очень важный момент, Галатам, пятая глава, 22 стих. Наверняка вы знаете, это плод Духа. Пятая глава, 22 стих. Плод же Духа, апостол Павел пишет, есть любовь, радость и дальше мир. «Work of the Holy Spirit produce peace in our lives». что служит нашему миру, друзья мои, это чувствительность к работе Духа Святого в нашей жизни. Иногда мы позволяем и угошаем Духа Святого, Его голос. Иногда Он говорит очень нежно, не делай это, не говори это, не ходи, не надо тебе этим заниматься. А мы говорим сами себе, да почему, все это делают, а все мне и так далее. Мы начинаем внутри, даже ни одного слова не сходит, торгуемся, потому что Дух Святой говорит, что я хочу, чтобы ты был этим храмом, где есть мир мой. И когда мы делаем то, что не угодно Господу, не угодно Духу Святому, в нашей жизни этого мира нету. Потому что мир это результат, это плод Духа Святого, живущего в нас и совершающего свою работу. Окей, вопрос. Знаете ли вы, что служит к вашему миру сегодня? Если есть какие-то проблемы, Дух Святой сегодня обязательно подскажет вам, в чем суть, если вы Дитя Божье. Он подскажет, где нужно исправиться, где нужно обратиться, где нужно покаяться. Плод Духа есть мир. И последнее. Послание евреям, 12 глава, 14 стих. Послание евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми». Второй текст, Колоссянам, 3 глава, 15 стих, Colossians, chapter 3, verse 15. Послушайте текст. «И да владычествует, владычествует, да царствует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны». «Пусть мир Божий царствует в нашем теле». В теле. В каком теле? Только в этом теле? No. В теле, который является еще церковью Иисуса Христа, которому вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны. «Да владычествует мир Божий». Еще один текст с филиппийцем, 4 глава, 7 стих. Филиппийцем, 4 глава, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Пятый, очень важный пункт, что служит нашему миру. «We must commit ourselves to keep peace». мы должны посвятить себя для того, чтобы оберегать мир Божий в нашей жизни. И так довладычествует мир. А как он будет владычествовать? Ведь на него посягают очень много разных сил. Постоянно враг будет делать все, что возможно, чтобы лишить нас мира, чтобы этого мира не было у нас по отношению с Богом, по отношению с самим собою, в семье, чтобы не было с родными, с близкими, в церкви и так далее, и так далее. Дьявол будет делать все. Это его цель. Через бунт, через непослушание, через грех, как он это сделал с первыми людьми, и так и с нами. Чтобы нам понять, что служит нашему миру, это наше постоянное посвящение жить и оберегать мир. Заметьте, что говорит Писание, старайтесь, что такое старайтесь, прилагайте все усилия к тому, чтобы сохранять мир. Друзья мои, прежде всего, мир не с ближними, а с тем, кто живет в нас. А потом уже с ближними, потом уже с теми, кто рядом с нами, мужья, с женами, с детьми. Это очень и очень важно. Commitment to me, to peace. И последний текст, мы вместе с вами помолимся. в своей Нагорной проповеди Христос сказал такие слова Матфея, 5 глава, 9 стих. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны шалом makers. Блаженны те, которые творят мир. Интересно, что когда люди цитируют политики этот текст, они просто думают, что это те, которые, знаете, двух сторон, две стороны сажают за стол переговоров. Частично, может быть, это имеется и в этом смысл. Но здесь совершенно другом речь идет. Блаженны те, которые творят шалом. Это тот мир Божий, который невозможен без Христа, который невозможен без оправдания по вере, который невозможен без работы Духа Святого, и который невозможен без того, чтобы люди не были теми, которые отрекались бы от помышлений плотских и посвятили себя оберегать этот мир в своей жизни. Христос сказал, вяжая в Иерусалим, о, если бы ты узнал хотя бы всей твой день, что служит к миру твоему, 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 твоему. Друзья мои, сегодня, я надеюсь, это не сокрыто от наших глаз, не так ли? кто из нас еще не понимает, каким образом мы можем приобрести мир? Все очень просто. очень просто. Поверь в Господа Иисуса Христа, который есть мир твой. Прими верой его оправдание и прощение твоих грехов. все очень просто. Помышления свои соблюдая таким образом, чтобы они были угодны Богу во всякое время. И делай все от себя возможное, посвящи себя на то, чтобы этот мир, который ты получаешь, сохраняй его каждый день в своей жизни. Все очень просто. Но почему-то народ израильский не понял. И Христос говорит дальше, и потому, как ты не узнал, что служит к миру твоему, и дальше Он говорит слова, я не хотел их читать сегодня, там очень печальные слова. Придут на тебя дни, которым ты не будешь рад, потому, что ты не узнал времени своего посвящения. Вы знаете, как хотелось бы, чтобы каждый, кто здесь сидит, узнал этот день для себя. Может быть, это ваш день. Может, когда мы сейчас будем молиться, вы скажете, Господи, я принимаю тебя как мир свой. Я хочу иметь твое оправдание, иметь мир с самим собою, потому, что грехи, которые я делал, они мучают меня. Я хочу жить свободным от того, иметь мир, покой в своей жизни. Это слово мир в еврейском контексте шалом означает благоденствие, спокойствие, покой, мир, умиротворение и так далее. Много-много других синонимов. Пусть он станет частью вашей жизни. Да благослови вас, Господь. Давайте помолимся. Спасибо.